Восколько это было? Скажите. Ну, полшестого позвонил племянник. Делаем. Ну, делаем. С пяти до полшестого. Я открываю отсюда во дверь. Она, бах! Я дверь закрываю и бегом-бегу в ванну. Я легла, села в ванну, потом легла под машинку. Как начало все, как рвануло огнем. Как начало все сыпаться. Господи, я одним лазом, Люша, летит. Все летит. Ладно, все. Что же осколком? Ничего, повезло. Нам больше не надо сейчас. Согласен. Орбиты сто восемьдесят у вас? Расскажите, во сколько это было? Скажу, прям еду и не снять релефа, постарайтесь. Ну, там это где-то с пяти часов, потому что я полпятого не ходила. Ну, я вам могу сказать, значит, было как. Так, где-то полшестого, ну, чуть-чуть минут двадцать пять шестого. Начали там где-то стрелять, так, чуть-чуть. А потом, когда полшестого, я тоже хотел полезть на крышу там, это самое. А потом, как начало, там такой грохот, там вообще-то, и аж треск такой. Все, и видно, что-то летело сюда. И потом мы быстрее там текать же, что же делать, это самое. Хоть куда-то спрятаться. Вот это спряталось, они били-били. Вот, потом мы закончили бить. Мы пошли, все вышли посмотреть. Посмотрите, вот здесь разбили, там соседи, мы поразбивали воронку, вы же видели там. И дальше, дома у меня, где пакет, про сколок видно, и насквозь прошуровал, прямо на кровать. Какой здесь адрес? Это 166-й, там пробило тоже. Здесь какой адрес? 180-й. А это 180-й. 180-й. Понятно. И сюда. На столках не находили? В гараже торчит. Прям в воротах. Ну вот. То, что прилетело, да? Да, это вот отсюда. Революционный дом 4. А во сколько это было? Это 5.30. Ну, 6. Никто не пострадал у вас? Слава Богу, никто не пострадал. Ну, здание пострадало. Революционный дом 2.30 Революционный дом 2.30 Продолжение следует...